Ирина Глоба с дочкой Дариной приехали из Волновахи Донецкой области. В Киеве с середины апреля. Новому бесплатному дому переселенка очень рада. Родственников в Киеве у женщины нет, а на зарплату медсестры даже комнату не снимешь. Я почему приехала в Киев? У меня нет по Украине родственников по городам. Это было так, пальцем в небо. Я тоже приезжаешь и не знаешь, куда себя деть. Начинаешь где-то искать по объявлениям какой-то комнатушки, квартиры, цены же баснословные. Поэтому центры, да, они необходимы и должно быть больше, и должна быть доступна информация. В центре 15 спален на двоих или троих, игровая комната и кухня. В столовой современная печка, встроенная мебель. Жильцы довольны. Преподаватель Марина Овсянникова из Дзержинска готовится к приему гостей. Для детей мэра и американского посла испекли ватрушки. Чтобы была более приближенная к домашней обстановке, поэтому мы решили начать с печеного, со сладкого. Центр разместили на месте бывшего детсада. Помещение выделила городская администрация. Деньги на ремонт и мебель дали американцы. Высокие гости приезжают открывать центр с опозданием на час. Мэр столицы Виталий Кличко уверяет, городская администрация делает все, чтобы переселенцы чувствовали себя комфортно. Им даже дали карту киевлянина. Мы понимаем, что очень тяжело сделать те же условия, как дома, где люди уже привыкли жить. Мы пытаемся сделать все для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Сделали то, что каждый из переселенцев имеет возможность, как и киевин, работать с общественным транспортом бесплатно. Переселенцы проводят в центре 90 дней. Затем их сменят вновь прибывшие. Однако жестких сроков ухода из центра нет. И если подходящего дома беженцы не найдут, они смогут задержаться во временном жилье.